Стать военным я уже решил, когда служил в срочную службу, поступил на факультет ракетных войск и артиллерии, в военной академии, в 99-м окончил, попал служить в Осиповиче, в реактивную бригаду, до 2003 года там. Служил в 2003 году, уже перевелся в город Бобруйск. В 2008 году я уже с должности начальника штаба батальона поступал на командный основной факультет, в 2010 году окончил и вернулся сюда уже начальником штаба воинской части. Потом в связи с служебной необходимостью был направлен для дальнейшего проходения службы военным комиссаром Кармянского района Гомельской области, потом военным комиссаром Глузского района Могилевской области, ну уже с декабря 2014 года военный комиссар уже города Бобруйска, Бобруйска, Глузского, Кировских районов. С высоты своих погон полковник Березовский уверен, развитая военная инфраструктура, мобильная и хорошо оснащенная армия – важные аспекты независимого государства. В то же время успешность вооруженных сил – это плодотворная работа и с молодежью, в частности с призывниками. Чтобы они больше проявляли инициативу, поддерживают инициативу молодежи, потому что все равно это их все в их руках. Поэтому я считаю, что необходимо – это молодые кадры, которые должны раскрывать свои таланты, которые должны реализовывать себя в своих профессиях. А чтобы быть лучшим в своем деле, нужно учиться на отлично. В первую очередь в школе здесь закладывается база знаний. 27-я всегда была в топе качества образования. 96% выпускников этого учебного заведения поступают в ВУЗы. Директор Наталья Винокур – пример преданности родному месту. Как говорится, где родился, там и пригодился. Я закончила среднюю школу номер 27, пришла сюда же в эту школу молодым специалистом, учителем русского языка и литературы. Через два года стала заместителем директора по воспитательной работе, затем заместителем директора по учебной работе. И вот уже пятый год возглавляю это же учреждение образования. Это человек, который способствует развитию творческих способностей каждого члена педагогического коллектива. Она очень любит свою работу, свое дело, детей. Это профессионал. Делегатом Всебелорусского народного собрания я избираюсь впервые. Для меня это очень ответственно и почетно стать участником столь масштабного формы. Очень хорошо, что люди разных профессий, разного возраста, из всех регионов нашей страны имеют такую возможность собраться и обсудить те вопросы и проблемы, которые их волнуют, и найти решение этих вопросов. Мы единая нация, и очень важно сохранить народное единство. Меня, безусловно, будут волновать вопросы развития образования, медицины, социальной сферы. Но, вы знаете, все вопросы можно решить, если каждый работник, будь то сторож, дворник, педагог, либо руководитель, любой работник ответственно и добросовестно выполняет на своем рабочем месте свои профессиональные обязанности. Шестое Всебелорусское собрание, напомним, пройдет 11-12 февраля в Минске. В центре внимания программа социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Максим Кемель, Андрей Богдан, Попруск, 360.